Мы в Стамбуле у нашей любимой подружки Сабины сегодня сегодня первый день завтрак вчера мы приехали во сколько в 12 ночи в общем легли мы спать в час в ночи наверное позже и встали сегодня в час 30 дня и сейчас мы завтрак и посмотрите какой потрясающий завтрак Сабина нам сделала не то что я и потом отправимся по нашим делам и одновременно я вам покажу как выглядит Стамбул в это время в общем жилые районы кварталы поэтому оставайтесь с нами я думаю что будет интересно да Саби обещаешь обещаю друзья сейчас вам покажу как выглядят жилые районы Стамбула район который находится от центра примерно в полторах часах езды на метробусе Сабина говорит покажи как у нас зелено здесь один из самых зеленых районов Стамбула в общем высокие дома многоэтажки очень холодно и мы отправляемся сейчас на метробус мы вышли из дома так здесь все выглядит друзья в этом районе я была много лет назад идет такой небольшой дождик но градусов айханкачдеридже градусов наверно ну 5-7 может быть не знаю но но не очень холодно и Стамбуле настоящая осень очень классно но мы уже скучаем по Алане вот она осень Стамбуле а два градуса айхан говорит всего два градуса ветер мы в перчатках в шапках в общем добро пожаловать Стамбул в ноябре и несмотря на то что это окраинный район вы видите здесь все очень классно устроено и как ни странно в ноябре все зелено мы сейчас идем вот оттуда до конца и садимся на метробус друзья расскажу вам немножко про транспорт Стамбуле в Стамбуле есть трамваи есть автобус а есть есть метро есть метробус метробус этот скажем так наземное метро очень быстрые автобусы у которых есть выделенная линия и которые ездят из одного конца в города другой в общем Стамбуле есть карточная система без карточки вы никуда не сможете уехать их можно пополнять покупать везде стоят аппараты очень все удобно все удобно для населения и для туристов в общем мы идем на метробус покажу вам чуть позже как Стамбул друзья это одна огромная махина это что-то невероятное здесь торговый центр а вот вы видите выделенные выделенные дороги как раз вот он едет метробус и выделенные дороги это непосредственно только для вот этих вот автобусов ведь они идут один за одним ходят очень часто 24 часа в сутки а мы идем вот сюда на наш метробус айхан карга старт вот такая вот карточка стамбула прикладываем ее сюда очень много народу человеческий поток здесь никогда не прекращается и днем и ночью ну в общем стамбул это один из городов который вообще никогда не спит и вот наша остановка настоящий стамбул друзья осенью просто огромный идет дождь здесь еще и трамвай и различные маршрутки в общем система транспортная очень хорошо развита но очень большие расстояния очень много народу здесь также есть и метро это вот я вам показываю один из типичных районов окраинах в стамбуле хотя до сюда мы ехали полчаса 7 и кин семит вот так вот продают семиты здесь какая-то статуя велосипедиста теперь нам надо сесть на маршрутку сейчас и хан спросит на стамбул спускается вечер друзья мы уже прошлись по всем нашим делам которые нам нужны и сейчас мы находимся в районе зейтин бурну и показываем вам не туристический стамбул очень здесь много машин много магазинов много кафе очень холодно в общем вот такой вот он друзья не туристический стамбул туристический стамбул вы увидите чуть позже но и поскольку мы ходим по делам я вам показываю только такие боковые улочки и что на них происходит где-то здесь останавливаются автобусы вот одна из боковых или чуть более больших улиц стамбул просто огромен вот там вот наши автобусы сейчас мы идем на микроавтобус чтобы опять доехать до метробуса и сесть на него и вернуться уже обратно домой потому что после шести часов ходить по магазинам и что-то делать вообще бессмысленно мы уже в маршрутке едем на метробус вот так вот выглядит наша маршрутка айхан друзья стамбул это одни сплошные дороги автобусы метро в общем чтобы куда-то доехать вам нужно минимум час полтора-два и представляете из одного конца стамбула чтобы доехать до от одного конца стамбула до другого нужно минимум два часа это как из алании как из алании в анталью и представьте вот расстояние от алании до анталии вот эти 140 километров это величина величина стамбула в общем очень огромный город вот представьте когда вы едете из алании в анталью это все стамбул да мы проголодались в общем сейчас опять едем на метробус ну и потом на стамбул опустился вечер и представляете за два часа мы успели съездить всего в одно место в общем завтра у нас будет целый день здесь продают меди в общем друзья стамбул просто огромный город конечно же мы это знаем и в этом видео мы вам хотели показать не туристический стамбул стамбул это отнюдь не милые приятные кафешки в центре площадь султанахмед большой рынок гран базар нет стамбул это вот именно то что вы видите огромное количество людей машин дороги автобусы бесконечное движение вот это вот настоящий стамбул а в центре это так для туристов или для местных отдохнуть в общем за нами вы видите большой торговый центр сейчас мы быстренько забежим домой кое-что возьмем и пойдем в торговый центр нам нужно купить кое-какие товары в общем холодно и в общем в шоке выглядит огромный муравейник под названием стамбул вы можете увидеть это что-то невероятное мы сейчас идем вот этот торговый центр очень классный большой и там представлено очень много турецких марок посмотрите какие широченные дороги очень сильный ветер дует очень холодно градусов наверно до нуля опустилась температура вот он друзья стамбул здесь уже все готово к новому году и вот такая классная надпись для тех кто любит стамбул классно настроение новогодние кстати я от холода друзья мы спрятались торговом центре кстати очень классный удлинитель до телефона у нас дохли все все удлинители по очень не удлинители а для зарядки всего 20 лир купили три штуки сейчас пьем кофе с айконом наверху торговом центре решаем кое-какие вопросы по работе и купили дочке сабина вот такие вот классные да игрушки типа макет и из этого макета можно поставить вот такой дома его раскрасить если будем вместе делать я вам покажу в следующем видео а сейчас мы отправляемся обратно домой на где нас ждет вкусный вкусный